Сергей, гость Ваш встал? Конечно. Что-то у Вас видео нету. Как нету? Должно быть. И нету. Нету. У нас глазок работает. Глазок то работает. Ну-ка, ты стой здесь, а я здесь. Сейчас. У-у-у, как-то на водоках. Так. Отключить все надо. Велика. Нету, он отключил. А, вот он. А то бы оно вошло. Главное, вчера, наверное, из-за того, что ребенка крестили там, убрали ролик-то. А я что сделал-то? Я против этого, что делается. Ну, это просто... Ну, дурят и все. Видимо, то ли им за это платят, то ли еще. Ну, явно видно, что я не за это. Он говорит, что как ошалевший поп-то ребенка давит. Какие безбожники. Какие ограниченные они во всем. Замерить там, пойти, сколько стоит. Это вентилятор. Это и три вентилятора сделать. Подручники такие забить. Вот как подручник такой плотный. Какой пышный. Может быть, ватой там набить это. Я сынгаевой дам, дадим. Четыре минуты уже. Святый Боже, Святый, Крепкий, Святый, Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый, Крепкий, Святый, Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во реки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посетие силы немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукового. Встал после сна, преподаем к стопам Твоим благе и ангельскую песню. Возглашаем Тебе, сильный свят, свят, святый Божий, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти нас, на Ты поднял меня, Господи, умы, просвети сердце, и открою стамы, чтобы воспевать Тебя, святая Троица. Свят, свят, святый Божий, молитвами, Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придется дея, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликни в полночь. Свят, свят, святый Божий, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Став после сна, благодарю Тебя, святая Троица, что, по великой Твоей милости и долготерпению, Ты, Божий, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, Но оказал необычное Твое человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославлять могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, и исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашу. Что, Владимир, будешь читать? Давай, я начну, а ты 90-й потом будешь. Господи, ты нам приближище в рот и рот, прежде нежели родились и горы, и ты образовал землю и вселенную от века и до века. Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь. Ибо перед очами Твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты, как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает. Утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, от ярости Твоему в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоей, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, залетав, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших спас пешествуй нам. В деле рук наших спас пешествуй. Живущий под днем Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которую я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опостушающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь с очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не притнесшая камень ногою твоею. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготую дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Слава! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою, избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мою недостойную уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстал от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь. Спаси и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, сжайся надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего перед Тобой на молитве. После сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердия Твоим принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник, и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего. Удостой меня, при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержитель Божьей сил бесплодных всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долги земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясно ведущие тайны человеческие, безначальный, вечный, неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня Второго пришествия, единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда общий судья придется славу издать каждому по делам Его, то найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовим войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость, видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня. Выведи меня на путь спасения, о святый ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела. Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, Моя Богородица, святыми Твоими сильными мольбами отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения. Удали все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного сердца от мурченого мамы его. Погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое почестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Сергий, Ливон, Владимир, Олег, Елена, Ольга. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария Господь с Тобой, благословена Ты между жен, благословен плод чрева Твоего, но Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови, принадлежащих Тебе, умоляя православным христианам, побеждать врагов, сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Якима, возврати в мире. Спаси, Господи, помилуй родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих, недрузей, всех православных христиан. Нападай в Твои земные и небесные блага, не лиши их милости Твоих. Посети их, укрепи силы Твои, дару им здравия, спасения души. Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших, рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости, все грехи вольные и невольные, дару им Царь, небесные, со святыми покоя Христе, души рабов Твоих, прадцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную, пренепорочную Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни, Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, несравненного, славнейшего, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Прочистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, которых придаем на Твое попечение защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть перед Тобой, удостоя их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добротельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, и успех труда. Избавь их от хитрых козьих идеалов, многочисленных соблазнов, от скверных страстет, всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, помоли Твоему Прочистой Матери и всех святых. Приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с Единородным Твоим Сыном и с Творящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри мы эти деньги. Не спошли на них духа премудрости, разума и благочестия. Просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели свои изучаемые предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, Тебе славу возносим, всегда, ныне и призна, и во веки веков. Аминь. Игнать Тихонович, молитесь. Максима Владимира и Глеба не дай погибнуть, диаконок Евгения Александра Михаила Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска Корнилия, Александра Деодора, митрополита Тихона. И весь священничийский иночийский чин. И вышли истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам, да, священникам, все угодно воли твоей, священникам, от них сердце правительное. Дай им страх, твой святой, и через них сотвори благое церкви твоей, сохрани их от покушения на них, Владимира Демития Дональда Ронзана, Владимира Александра Эрдогена Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. И приготовь земли к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от тебя. Слава тебе, Господи Божий наш, за эту прошедшую тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные тобою. И для всего, пощадь нам, Господи, добрых помощников, наставников, советников. И в этот день сохрани нас от всякого рода зла и греха, и от непосильных искушений. Сохрани, защити жилища наше и селения от пожаров, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, и братья, Людмила, и вот Владимира, и все его снижения. Причи добрые жители, детьми, любящими, и знающими закон твои, уставы твои. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину. Побуди всех на благовестие. И нас помилуй, милости твоей я ради. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе, спаси и помилуй, Надежду, Валентину, Екатерину, Астасию, Евгению, Наталью, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахир, Езову, Рустик. Ты могла, Господи, обрати, дай ему веру и сохрани его, и помилуй. Будь милостив. Спасни сердце этих людей, доставки их истины, найдя отступников, дай им страх Твой, Михаила, Николая, Александра, Юлию, благослови, Максима. Муче сердце, во всем умудри. И от пьянства избавлю Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Посети болящих, дай силу перенести страдания, и пошли в исцеление Твое Святое. Валерия, Илариона, Кирилла, Игоря, Алексея, Надежда, Неанилу, Неанилу, Татьяну, Татьяну, Валентину, Марью, Александру, Ана. И все наше родство на идее. Дайкию, Валентину, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Ирину, Марию, Татьяну. Помещи сердца враждующих, клевещущих, найди их и обрати их. И судный день не помяни их безумия, жалься над ними, Господи. Наши благодетели благослови. Истину откроем во всей полноте. Елену, Людмилу, Евгения, Наталья, Надежды, Юрия, Эдуард. Слава тебе, наш Господь. И сохрани наши сокровища здесь в интернете. Благослови тех, кто дает им возможность находиться здесь. Слава тебе, Божий наш. Слава тебе, трудящихся, Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, семейство и согружество его. Благослови пребывание Левона и выездь его, и проложи путь до дому его, и родных его обратите, и его во всей истины. Косни сердце, Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Благодарю тебя, Господь, за друзей, за врагов, за здоровье и за болезни, ибо по твоему благоволению все это может оказаться на поле. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, слава тебе наш Бог и Его. Авва, Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышне Богу, на земле мир, в человеках благоволения. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов и каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Господи, воздай вечности всем, кто трудился с моей душой и добром. Мария, Степана, Александра, Михаила, Иоанна. Благослови, Господи, в вечности. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой Ангел, столько лет Ты хранил, защищая от видимых и невидимых опасностей. Не покинешь смертный час, когда душа будет разрушаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди царство Твоё вечное навеки. Аллилуйя. Иоанн, Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас, научи нам, Господи, жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всём экономным, дабы было из чего уделять нуждающимся. Господи, это Алексея блуждающего, эту Елену. Да, я страх, Пой Святой. Моли Бога, она, святитель Христов Никола, мерлякийский чудотворец, укрепи народ Твой, Господи, не страшиться ни царей, ни начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Елисея, Инох, Моисея, Самуила, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Ниеми, Амос, Наум, Исаи, Иереми, Варух, Изеки, Иль, Осия и Аиль. Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрок и Пророк, Михей, Аврам и Саакьяков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не заставлась не готовыми, но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом, с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, Турувеймы, Серафимы, всенебесные силы, престолу Божию, предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфея, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, даруют Господь жажду, исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ, Космай, Думьян, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Амедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеемон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, что укрепит Господь народ свой, Господь, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, Антиму, Вениамину, дай веру, старше родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы Василия Великий, Григория Богослов, Иоанн Златоусов, Анаси Великий и Прим Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Редорский, Степан Пелкси, Серафим Саровский, Антобольский, Анкронштадтский, Аншанхайский, Кирилл и Микодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь и укрепит в святой православной вере, а замосты Ретюков, разрушив ничто, преврати, обрати их на путь истины, приведи их в истины, и церковь. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёка, первомущенца, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерство, Пия, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Мандолина, Мария, Египетская, Прескилла, Акилла, Андроника, Иудия, Киприя, Ирина, Устина, Молите Бога о нас, Дарует Господь, послушание, молчание, целомудрие, и стыдливость женам и девам, и сохранение с Господи от всяческого поругания, и справки покоривания Галины, семейства Евгении, Надежды, Клана, Мария, Людмилы и Анны, и прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи Божий наш, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий Сына Твоего Единородного Иисуса Христа и пролитой при чистой крови за наши грехи. Услыши нашу молитву и исполни ее, а всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вопрос 94-й Добавил DimaTorzok 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 В заплетающемся языком дикторы говорят, святейший патриарх совершит божественную литургию. Вот к этому фразе, когда ответ давал, пришли его прихожане на наши занятия в университет технический, где 21 тысяча студентов. Вот это я давал, когда он был живой, его уже нет, он внезапно заболел. Сын его был в Заринске, Дмитрий, тоже внезапно умер. Это уже все развеяно, ничего нету. Притом этот человек хороший сам по себе. Он сидел, отбывал срок, в Огурцовской группе был. Там было так, изучать оружие, танки и начинать давить коммунистов. И вот там он увидел студента, который стал молиться. Вот и все его обращение. Повторяю, человек хороший, не пьяница. Жена у него ведет занятия, Галина, ведет занятия с тем, кто приходит, видимо. Но она говорит, что какие приходят. Они ничего не могут сделать. Только она подметила, что ногти синий краской не красят. Желтый, красный, это вроде сойдет. Ну, что на это можно сказать? И это состояние не худшее. Повторяю, не пьяница, не блудник, не гомосексуалист. Человек страдавший. И он, я сейчас не могу сказать сколько, но не менее пяти лет отсидел в лагерях. Упокой, Господи, душу раба твоего, Михаила. Против всего этого был настоятель. Войтович, отец Николай Павлович. Полностью все предано было в церкви коммунистам. Его называл даже мэр города Баварин легендарным. И он услышал меня. Вы там же были? Вас приглашали? Да, я был на годовом отчете мэра города. Эти слова он говорил? Да. И он залывался. Вот легенда. Помер. Никого нету. Мэр разбился. Вот это и удивительно. Я вспоминаю, у меня отец с одной рукой с фронта. Под Смоленском. В 41-м. Доргобуш город. Там он пострадал, руку потерял. 10 ребятишек. Своих, неприемных. 5 мальчиков, 5 девочек. И на весь район сделали одного героя социалистического труда. У меня дядя Степан Дмитриевич, отец Тихон Дмитриевич. А Степан Дмитриевич был в комиссии ревизионной потеряевки. И говорит, то, что приписали Чивесу Афанасию Филипповичу, еще даже не распахана земля. Но надо было показать, что он трактором пашет в 10 раз больше, чем другие. Но обман. Но району надо было, чтобы был флажок такой. И сделали. Этот Афанасий Филиппович привез овечек, чтобы не искорчено. Потому что мой отец был природный, талантливый пастух. Он часов не было, как по часам. На какой траве пасти, когда напоить. Из других районов, как Сребрихи, там начальник милиции, казах, привозил ночью тайно. Нельзя было этого делать, но он привозил. У отца был недостаток. Когда вес брали, они больше были похожи на поросят. Столько на них было жиру. А им, казахам, как раз это и надо. Он за этим и привозил. И вот этот Афанасий Филиппович, за овец, которых пас отец все лето, не заплатил ни копейки. А Марья там заплатит. А жена говорит, да, Афанасий платит, я не плачу. И вот он распорил что-то с директором, Мануэлом Анатолием Сергеевичем Корчиной. И, видимо, тяжко это было. Я не знаю, никто вроде не знает. Он взял через седельник, через седло, ремень, когда лошадь запрягают-то, и задавился. Когда отцу сказали это, отец постоял. Ох. Он же ведь против был. Все равно жалко. Потом постоял и говорит, подохли они все, а я живу. Я поневоле вспоминаю Путина. Ну, Америка там говорит, победит. Да, мы мученики будем. Они все сдохнут. Ну, а радиация такая будет. И вот я эту аналогию нахожу. Они все равно сдохнут. И вот эти люди, которые были, которых я называю, все были против меня. Да, притом распространяли клеветы разные. Но! В душе они, да услышит Господь мои слова, были за истину, которые боялись. Пасхальная ночь. Милиция перекрыла все подходы к единственному храму, Покровскому собору. Я в это время на крыльце схожу вниз. Ну, длинное, ночное богослужение-то. Много комсомольцев, дружинников. Я подхожу и начинаю с ними беседовать. Из машины милицейский фургон подходит человек и говорит, пройдемте. Ну, пройдемте. А там милиция. А они меня там окружили. И я с ними беседую, рассказывая о Христе, о воскресении, о Его победе над смертью. И это все доложили Войтовичу, отцу Николаю, который с ними, не со мной. Но вот он услышал, как сказали, у вас человек, кто такой? Они спрашивают. Да ух, кто-то. Просто приходит, молится. Как так? Мы ему столько вопросов задали, он на все ответил. И ни один против не сказал. Как это так может быть-то? Они не слыхали. И он понял, что это отвечал. Но отец-то Николай знает, я верующий, причащаюсь там. Нашей еще общины не было. И он посидел маленько. Да, победа была на нашей стороне. Это того смешно. На нашей. То есть он со мной был, оказывается. Отец Николай-то, который на нас доклады там писал, жаловался в отдел религиозных культов. Вот и все. А победа была на нашей стороне. То есть со мной был отец Николай. Поэтому внешне Капранов это-то говорил, но он не мог этого не понимать, что угождение этой власти, руководству привело к тому, что мы сейчас видим. Вот Андрей Кураев, диакон, протодиакон, сказал тогда, семинаристы обратились, что на них наседают, побуждают гомосексуализму преподавателей в семинарии. И он заступился и стал говорить, какие из них были, кого там запретили, не запретили. Как его сразу? Моначи стали составлять молитвы против него, специальные молитвы, чтобы его Господь укротил. Его сразу выкинули в семинарии академии, где он преподавал как профессор. А он преподает в МГУ Московский государственный университет им. Ломоносова. Они туда посылают сама патриархия. Это все опубликовано. Чтобы его выгнали оттуда, чтобы у него куска хлеба не было. Вот что удивительно. А в это время я о нем сказал несколько слов. Пригласил его к себе. У меня вот трехэтажное спать, где можно-то. Я говорю, у меня тут и нары готовы. Нет, не нары, говорю, в палате. У меня мешок сухарей, а я 12 полных мешков, по 50 килограмм мука, сухарей насушил. 12 мешков. Даже вот такое дело ни у кого нету этого. А потом нуждающийся видел, мешок по два мешка отдавал. А Господь делает, то у них ничего нету. Я отца Андрея звал, чтобы лишних с него килограмм 60 скинуть. Вот понимаешь, из ничтожного извлечь драгоценное, как Илья говорит. Иеремия говорит, сделай, как мои уста. Вот маленькое дело. Пришли люди, сказали, что он обо мне говорит плохо. Ну и что, это я ему анафему в ответ проклятию. Нет, конечно. Я говорю, отец Михаил Капранов хороший. Но система все рушит. Система перемалывает всех. Я практически, может, Павел Адельгейм, которого убили, может быть, он, Глеб Якунин, единицы, ну, Николай Ашлеман, вот, которых они не могли перемолоть, но посадили. А потом, когда освободились, они стали издевать, как ювеналий митрополит отцу Глебу, когда он вернулся из заключения, там лет семь отбыл в якутских лагерях. Ну, смотри, Бог помиловал тебя, и впредь не делай этого, иди и не греши. Вот таким голосом вот ну, язвительным нет теперь уже ни того, ни другого, все ушло на суд Божий. А у меня сохранилось огромное интервью с отцом Глебом Якуниным. Огромное! Что значит огромное? Ну, интервью там 15-20, у меня 16 часов. Еще раз скажу, пусть кто-нибудь покажет какое-то интервью 16 часов. А почему так говорите? Потому что это необычно. его расположение было безграничное. И он говорил о том, чего никому не говорил. Каждая пленка 375 метров, катушка, 8 часов 20 минут. Две полных катушки я записал у него в Москве, когда нас освободили почти день в день. Отец Глеб. в Москве. столько он отбыл. И мы собрались там у одного, кажется, Попков, Попков, кажется, его. У него почему-то кличка была в КГБ «Клоун». Я так узнал. Он в Америку уехал. И мы на дому были. И отец Глеб говорит, сегодня Рейган приехал. Рейган в Москве. Встречу мне назначил. Ну, конечно, президент великой державы назначают встречу, ну, значит, что-то есть. Ну, надо подготовиться. А мы сидим. Он наливает полный стакан граненой водки русской 40-градусной и не за воротник вылил. Я так ахнул. Да вам же идти на встречу с таким человеком. Отец Глеб подвещает, пусть знают нас русских. И засмеялся. И вот в этом он только выпил, еще не растеклось по телу, и мы сфотографировались стоим рядом. Фотография цветная сохранилась. А то я вот из вот этого ничтожного сразу сколько воспоминаний. Будете дальше считать 95-й. Давай, Сергей Павлович. Да. Вопрос 95-й. У нас получается и литургия, литургия. Литургический сон и литургический. Давай. Вопрос 95-й. Если в РПЦ Московской Патриархии из 719 правил соборов и святых отцов 413 нарушаются, что по мнению старообрядцев является доказательством безблагодатности, то как обстоит дело у самих старообрядцев? Все ли правила соборов у них соблюдаются? Ответ. Выше указанная цифра 57% нарушений всех правил это мой подсчет. Вот осмотри. Я указывал в каждом соборе какое правило и чтобы вывести вот эту цифру их больше нигде нет. Это моя наработка. И когда я это открыл в Жорданвильском монастыре Русская Православная Зарубежная Церковь мгновенно давайте материал опубликовать где-то. Но у меня его с собой не было. И вот это спросил Осип во всех этих громотеев сколько правил канонов нарушаются? Повторяю. Под дулом пистолета даже они не ответят. Это они не знают. И знать никогда не будут. Почему? Они защитники этой системы. Вот дальше. Труд нескольких лет. Нарушение правил широко практикуется и в стуровобрядцах и в зарубежной церкви. И все находят этому оправдание в слове нужда. книга пророка Серахова 15 глава не пророк Сераха 15 12 не добавляй слова. Книга Серахова 15 глава 12 стих Не говори он ввел меня в заблуждение ибо он не имеет надобности в муже грешном Матфея 7 глава 3 5 стих И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего а бревна в твоем глазе не чувствуешь или как скажешь брату твоему Да я вынул сучок из глаза твоего и вот в твоем глазе бревно Лицемер вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь как вынуть сучок из глаза брата твоего Меня когда спрашивали, я говорю, у нас в общине не нарушается ни одно правило, но это вообще их сшибают. Они говорят, за кого вы считаете? Я говорю, давайте. И это слово, которое я ответил, стало известно. И вот священники собрались, и мне говорят, и мы узнали, такие радостные сидят, и все это снимается. Ролик такой есть. А мы узнали, и вы правила нарушаете. Вот, и говорили, ни одно не нарушается, а нарушается. Я говорю, и какое же? А вы знаете правило такое, что с евреями в бане мыться нельзя вместе? Знаю. Ну вот, что я говорю, вот. Ну, в баню-то ходите, а там могут и быть евреи. Я говорю, я не хожу никогда, у нас своя баня. Как? А они так, ну, все же ходят. Тогда второе. Если в баню не ходите, то и в ресторан нельзя ходить с евреями вместе. Тоже правила есть. Я говорю, вообще не хожу. Как так? Везде бываете, никогда в столовой не заходите, а там, может, еврей сидит. Понимаете, вот эта юдофобия, мозги сбекренила буквально. Я говорю, не хожу. Ну, вы же дорогой бываете где-то? Бываем. Мы купили батон в магазине. А это не запрещается? Ну, нет, конечно. Мы с батюшкой зашли в сад, который там городской-то, и сидим на скамейке, снег, и снег макаем каждой половинкой этого батона, ну, продолговатая, как булка-то, и поели. Как, со снегом? Да. Они вдруг переглянулись, но видят, что еродивы перед ним. Вот и всё. А этот раз приехали, когда они опять, вот теперь мы уже знаем, вы нарушаете. Я говорю, а как? Ну, правда, это не каноны правил, а в Библии сказано, если пойдёшь застан, возьми с собой лопатку, чтобы зарыть испражнения, потому что посреди вас ходит Господь. Вот вы же ездили? Ну. Ну, ведь вы же ходили? Ну, правильно, мы в лесу остановились. Лопатка-то, я говорю, я сфотографировался с лопаткой, она в щихле была маленькая, как сапёрная. Что, с лопаткой всегда были? Всегда. Ну, и Сергей Павлович это знает. Туалет первым делом выкапывали, а потом уезжали, всё зарывали. Вот они подыскиваются, заметь, начались с еды и кончились туалетом, и ничего не нашли. Повторяю мои книги, 38 томов. Дали на разбор с цензорским отделом, где-то в четырёх примерно цензорских отделах. Новокузнецкий, Кемеровский, Тульской епархий, видимо, Московской. Главному сектоведу, как называют, обманщика этого. Может, совершенно неверующего засланца. Дворкино. Отдельно. Одесский монастырь. И там сказали, какой профессор этим занимается. И, а там семинария. И Киево-Печерская лавра. Мне написал человек, который достоверно это знает. Вот он, который написал, что это знает. И прошло после этого уже не меньше пяти лет, а в общей сложности пятнадцать. И ни одного слова. А почему? Я вчера Ливону сказал, он говорит, ну вы к их системе-то не относитесь, к этой, к РПЦ. Не поэтому, ничего нету, они говорят. Дела их. Иначе бы они жахнули, ахнули. Ничего. Ни одного слова. И вот Ливон там рядом. Хорошо бы он ещё сам сказал, чтобы услышали, как он был в Сергиевской лавре. И так издают специально брошюры, книги, говорят, против меня. И раздают людям бесплатно. Пусть он покажется, скажет. Да, так и было. Раздавали, ещё объясняли со стервенением, что Лапкин еретик, гнать его в шею и так далее. То есть им не объяснишь ничего. И раздают бесплатно, распространяют и так далее, подтверждают, да. Вот так. Ты его покажи. Вас можно, Сергей, показать, чтобы вы видели, что это не подставная фигура. Мы ролик ночью выставили. Беседа с гостем о главном разрушителе. Больше тысячи за ночь пришло. О Германии Стервегове. Дай, чтобы, если можно видеть. Хотя бы тогда на ролик или как. Потому что наше содружество, чтобы знали. Тут мы с абсолютной точностью говорим. К нам приехал гость. И посторонний он для нас человек. Вы не уходите, Сергей Павлович. Сейчас закончим, когда. Мне нужно, я вам напишу. Там вопрос задам. И просьбу. Не видать никак, да? Никак. Ну, никак. Ну, в общем так. Ролик уже стоит. Там его увидите. Сегодня ночью поставил. Сегодняшнее после этого. Ну, еще, прочитай 96-й. Повторяю. А вот когда ответ впереди дам. Коротенький ответ. Потому что вопрос-то говорит о правилах. И есть ли у старобрядцев. Я отвечаю. Потому что старобрядщиц это моя родина. Там, где мы родились. Это записки поступают на кафедру в университете, где я вел занятия. В каком университете, не знаю, институте. Я в пяти их вел занятия. Вопрос 96-й. Если все-таки человек был крещен, но забыл и много нагрешил, то второе крещение аще не крещен. А моет ли грехи его после первого крещения, соделанные, если таковое все-таки было? А если не омоет, то что делать? Ответ. Игнать Тихонич Лапкин. На наших занятиях мы договорились, что я только указываю места в Священном Писании и в трудах Святых Отцов в Церкви. А вы сами уже, молясь, будете читать предыдущие места и последующие, чтобы иметь более полное представление о том, что желаете знать. Договорились также, что мы искренне во Христе, как предлицом Божиим, задаем вопросы и получаем ответы. Без лукавства. Когда Сталин говорит, что крещение омывает грехи, то нужно пройти полную катехизацию от 3 до 5 лет. И такие правила трудны для того, чтобы быть принятым в число верных в общину. То некоторые стали утверждать, что они были крещены. И есть у них крестные даже, что свидетели есть достоверные, что они были крещены с полным погружением, как положено, по канонам. Но мы тогда продолжили наши исследования и рассуждения и сказали, что если вы уже крещены, и вам нужно только лишь заявление подать в письменном виде на прием нашу общину, то должно быть и справку, что вы были крещены и жили по-христиански все эти годы. Иногда и 30, и 50 лет после крещения. И все, что нагрешили после крещения, это вы уже соделали в стадии крещеного человека. Поэтому попадаете под все эпидемии, какие положено мужественно вынести. За аборт 10 лет, за волшебство 18 лет, за лечение у экстрасенсов, то есть у колдунов телевизионных, до 5 лет. Тут начали вдруг эти люди припоминать, что они не уверены, что были крещены в детстве. А проще сказать-то, и не были вовсе крещены. А проще сказать, то и не были вовсе крещены. Потому что с крещением все с человека смывается, и он как бы народился. Он может и священником быть, но если после крещения уже женился и разводился, то кандидатура его снята навсегда. Думаю, это от маловерия, от потери страха Божия, как отвечали люди. Они все ушли, ни одного из них мы не приняли, и до крещения не допустили. Лукавство обаятелей патриарших широких врат входа в церковь повлияло на них давно. 6. Было или не было крещения 6. Вселенский собор правило 84 Последуя каноническим постановлениям отцов, определяем и о младенцах. 7. Каждый раз, когда не обретаются достойные свидетели, несомненно утверждающие я как крещеный суть, и когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, должно без всякого недоумения крестить их. Да таковое недоразумение не лишит их очищения только святынею. Есть истинные пастыри, которые налагают эпитемии согласно канонам в церкви Христовой. К ним и надо идти, а не к волкам монашеской арязки, которые и себя не пасут, и забыли, или не знали, что есть книга правил, которая еще никем не отменена. Получите вынести достойное эпитемию, исповедавшись искренне перед Батюшкой и протестившись тайн Христовых достойно невосуждения. Все у нас сегодня? Да. Не отходи далеко там, сейчас когда выключишь, я тебе лично сброшу там для гостя несколько слов и сам далеко не отходи. я в течение там пяти минут все это напечатаю, что нужно. Вам что, по скайпу позвонить или что? Ну, можно и по скайпу. Сейчас когда отключусь, все по скайпу. Но только после скайпа, с которым мы поговорим, отключить и потом снова включить. Ну, все, с Богом. Да. Сейчас отключаю, вам сразу же звоню. Да не отходи от него, помоги ему включить. Я только скажу, что, и ты заново начнешь. А он мне что-то скажет. Вот что мне нужно. Все, отключаю. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok